Всем привет! Сегодня я с книгой Безупречный стейк приготовления от А до Я от Алексея Онегина. Книга, скажем так, более мужская, по крайней мере, в моей семье. Она была как бы изначально для мужа. И я уже не раз говорила о том, что, в принципе, именно он у нас в семье мясной, я не очень люблю мясо, но даже мне, такому вот равнодушному к мясу человеку, хотя бы раз в месяц, хочется хорошо приготовленного стейка. И, скажу честно, в городе у нас, скажем, не так много мест, где можно его отведать. Культура стейков приходит, вот, к сожалению, только сейчас, но, слава богу, что приходит. То есть уже можно и мясо найти более-менее нормальное, и, в общем-то, бывает, что даже вкусно готовят в заведениях, но не часто. Поэтому информация для меня была ценной. И, конечно же, все это можно найти в наше время и в интернете, но, тем не менее, я больше предпочитаю книги, потому что в книгах все собрано, и когда тебе нужно, книгу достал, все, что есть, все собрано в одном месте. Собственно, эта книга состоит из трех глав. Теория, практика и сами рецепты. Их, как видите, немного. Они занимают наименьшую часть книги. Но самое важное и ценное – это здесь вот этот материал, который был собран автором на протяжении многих лет, и та информация, которая уже профильтрована и выдана вот в таком виде. Собственно, цель книги звучит так – научить готовить стейки с закрытыми глазами разными способами, из разного мяса и каждый раз безупречно. И эта цель меня вполне устраивает и нравится. Я неоднократно видела такие двоякие отзывы и о самой книге, и об авторе, но за каждой книгой стоит работа, и надо это понимать, и за этой книгой ее стоит много. Конечно же, если вы профессиональный мясник или профессионально занимаетесь кухней, возможно, вам эта книга не подойдет, но если вы готовите дома, пробуете готовить дома, и только-только решили окунуться, скажем, вот в эту тему, то эта книга будет must-have. Собственно, что есть в этой книге, я так вот пролистаю, чтобы было видно, что такое стейк, стейки и стейкхаусы, собственно, история, крупный рогатый скот, да, какое мясо подходит, мраморность мяса, вызревание мяса, как определить степень прожарки, вот это тоже полезная информация, разновидности стейков, для меня было открытие, некоторые названия я вообще впервые для себя открыла, но никогда не поздно учиться, это тоже очень хорошо. Немного о том, как выбирать стейки, необходимый инвентарь, какие все-таки подойдут сковородки, гриль и так далее, как подготовить стейки, популярное заблуждение о стейках, почему им не стоит верить, и, собственно, это та глава, которую нужно изучать до того, как вы возьметесь за приготовление стейка, чтобы поменьше мяса выбрасывать. Практика приготовления стейка разными способами, на сковородке, в духовке, сувид, метод на гриле, в общем, о технологии, кстати, сувид здесь есть, немного информации, метод двойного приготовления, как и сколько стейк должен отдыхать, какие специи лучше всего подбирать, для того, чтобы оттенить вкус мяса и не испортить, работа над ошибками, вот это как раз та глава, которая пока мне в помощнике, и, собственно, сами рецепты. Рецепты здесь не только именно стейков, здесь и рецепты гарниров, и рецепты соусов, и, собственно, сами стейки. И это такое авторское представление классических рецептов, поэтому, ну, собственно говоря, есть из чего выбрать. Скажем так, это та книга, которую вот эти две главы пройдя, возможно, рецепты уже будут не так интересны, потому что я думаю, что тогда уже на базе вот этого всего уже сам будешь составлять свои рецепты и делать так, как нравится больше всего, какой стейк больше по вкусу. Книга была мне полезна, в принципе, как мясная такая энциклопедия, мини-эциклопедия по приготовлению стейка, довольно подробная, нет какой-то такой воды, нет ничего лишнего, все по делу, все довольно простым языком, то есть мне, как человеку, который, допустим, в общем-то, не так часто сталкивается с приготовлением подобных блюд, эта книга на многие вещи прояснила ситуацию, поэтому книгу могу рекомендовать, и если любите мясо, если любите стейки, в общем, не всегда есть смысл ходить и искать хороший стейк в ресторане, мне кажется, проще приготовить дома, позвать друзей, и хорошо провести время, точно зная, что деньги выброшены не впустую. На сегодня у меня все, всем спасибо за внимание, и до новых встреч, пока! Пока!